Привет, дружище! Неожиданно вышло обновление на Тайване, я всё как обычно проспал, но в принципе я не буду изменять своим традициям, это абсолютно нормальная ситуация. В целом, когда я просто бегло пробежался по описанию обновления, которое вышло на Тайване, которое скоро выйдет на русском сервере и на других серверах, у меня полностью отсутствовало желание записывать обзор, и это связано с многими причинами, наверное, я их сегодня озвучу. Конечно, есть какие-то и хорошие, и позитивные моменты в предстоящем, скажем так, обновлении, но в целом некоторые вещи меня не то чтобы удивили, я уже ничему не могу удивляться, но расстроили. Ладно, погнали, погнали, сегодня у нас ознакомительное видео с этим всем делом. Ребят, вы давно уже не собирали тысячу лайков под видосами, буду приятно удивлён, если хоть под каким-то видосом наконец-то вы соберёте, будет такая мотивация и поддержка пилить побольше видосов, ну а мы полетели. Чё у нас тут? Добавленное описание талантов, эмблем и рун. Ну, тут, как я понял, видел уже скрины в чатах, а где-то можешь зайти и почитать описание реально там талантов и так далее. Рун, там эмблем и прочего. То есть это, скажем так, приятная, приятная, хорошая вещь. Единственное, что я тут тыркал, тупил, так по сути ничего не нашёл. Но я думаю, что если вы уже сами покопались на Тайване, вы это могли заметить. То есть у нас есть описание питомцев, у нас есть описание каких-то других вещей. А теперь у нас появилась в игре вкладочка, в которой можно почитать всё по поводу талантов, по поводу каждого таланта. Скажем так, некая энциклопедия. И это, конечно же, несомненно классно. Но реально, вот сейчас зашёл такой, что-то буквально пару раз потыркал, плюс на китайском вот не нашёл. Ну, в принципе, напишите в комментариях для остальных игроков, где это чё можно надыбать. Сейчас не будем к этому много внимания относить. Просто скажу, что это, скажем так, ложка мёда в большой бочке дёгтя. Теперь вот сделали удобство. Идём дальше. Добавлен 9 уровней в древние испытания. Тут я, мягко говоря, прифигел. Просто я вспомнил то, что я до конца не прошёл древние испытания. Я не прошёл 35-ю ещё. Я вот на ней встрял. Мне ещё 36-ю надо проходить. И тут бац, ещё разработчики добавляют 9 уровней. Для чего это сделано? Первая мысль мне пришла именно о том, что разработчики хотят, или, наверное, подумали, что мы будем очень долго прокачивать смотрителей. И таким образом они хотят увеличить нам фарминга, скажем так, этих кристаллов для прокачки смотрителей. И за счёт этого они добавляют больше древних испытаний. Но пройдут эти древние испытания, на самом деле, единицы. Только топовые игроки со всеми героями, прокаченные в потолок. Так, может быть, снова это подогреет мне интерес. Я буду дальше пытаться пройти древние испытания. Потому что сейчас, по сути, мне нет смысла их проходить. Так как, если я даже пройду 35-ю и 36-ю, ежедневная награда у меня не увеличится. Потому что там, если не ошибаюсь, идёт по 3 испытания, когда меняется ежедневная награда. А сейчас реально появился стимул их пройти. И потом как-нибудь пройти 37-ю, помолившись богам рандома. И тогда я смогу больше фармить этих камушек ежедневно. То есть, ну, появился стимул. Но, с другой стороны, блин, ну да, добавили. Но просто вспоминая, как трудно их проходить, я боюсь представить, что там будет в следующих. И что там от нас вообще хотят разработчики. Или, может быть, это просто некий намёк на то, что в скором времени мы будем уже качать героев на 13-й уровень. Я не знаю, ребят. Я не знаю. Потому что у меня герои прокачаны на максимум. И при всём при этом я должен часов 5, наверное, потратить на каждое новое древнее испытание. На 35-е. Ну, 36-е лёгкое. Но на 35-е древнее испытание я должен где-то выделить из своего времени несколько часов, чтобы его пройти. И 34-е я проходил тоже, там, часа 4 потратил. То есть, и это при том, что у меня все герои на максимум прокачаны, ребята. Вот, сами думайте. Идём дальше. Новая локация в Судьбе. Давай зайдём, я вам покажу. Так, новая локация в Судьбе. Вот как она, как она позитивненько выглядит. Здесь у нас снеговик, малышник, рогатка, химера. Что я тут могу сказать? Во-первых, у нас снова здесь добавлено 7 героев. И, ну, химеру бы я прокачал бы. Малыша Ника, наверное, прокачал бы. Потому что я его использую непосредственно в лабиринте. Ну, может быть, до поры до времени может появиться какой-то новый герой. Я буду его там использовать. Но фиг его знает химеру. Да, прокачал бы. Малыша Ника прокачал бы. Рогатки у меня нету. Идём дальше. Кстати говоря, большое спасибо игроку Зёме за то, что предоставил аккаунт. Он находится в гильдии России. Если, ребятушки, ищите на тайваньском сервере гильдию русскую, то вступайте в гильдию под названием Россия. Идём дальше, дамы и господа. Что у нас тут получается? Так, добавлен новый талант, руна и эмблема. Абсолютная защита. Название на русском сервере может отличаться. Тут просто, вот, блядь, вот, нету слов. Понимаете? Мы сидели вместе с вами, да, делали видос. Писали в комментариях о тех вещах, которые мы хотели бы изменить в игре. Накидали огромнейшее количество идей для разработчиков. И они всё равно нам добавляют новый талант. Сейчас, по сути, у нас каждое обновление добавляется герой. И теперь ещё и новый талант добавляется. У нас и так этих талантов до жопы, если честно. То, блин, они ещё добавляют. И тут, знаешь, что страшно? Во-первых, меня раздражает тот факт, что, к примеру, руны и эмблемы новых талантов ты можешь получить только за донат. Это уже просто тупорылейшая система. Если ты добавляешь таланты, то добавляй для всех. Так же самое и руны добавляй. У нас и так Королевская битва уже, по сути, в неком плане теряет потихонечку свою актуальность. Все эти мешочки руны, вот всё, вот это вот, мы там фармим, да. Но это с каждым таким добавлением таланта, это всё пропадает актуальность. То есть сейчас дохера вещей, которые мы не можем в игре получить. Мы можем их получить только за донат. И это реально, это абсолютнейший дебилизм. Ну, я уверен, что разработчики ничего не потеряли бы, если бы они давали бы нам возможность просто фармить эти руны. Ну, просто, понимаешь, бомбит. И ты, как бы, ещё другая сторона медали есть. Ты, к примеру, ставишь на какого-то героя талант. И делаешь выбор талантов из тех талантов, которые существуют в игру. Ну, а потом хуяк через месяц тебе добавляют ещё один талант, и получается, тебе уже надо менять таланты. Ну, то есть, блин, ну камон, ну сколько можно. Ребята, остановитесь с этими новыми талантами. Ну, реально, заебали, блядь. Вот реально, заебали, блядь. Ну, вот сколько можно. Пиздец. Можно, конечно, сейчас почитать описание этого таланта. Я сильно не вникал, я вам сейчас просто прочитаю перевод. Новый питомец, это понятно. Добавлен новый талант, руны, эмблемы, абсолютная защита. Название на русском версии может отличаться. Так, и где описание этого таланта? Сука. Новый питомец. Блин, у меня тут его даже нету, и я не могу его найти. Изменения, да. Описание таланта. Описание таланта твою, дивидио. Где же ты? Нет у меня пока этого описания. Ребят, напишите в комментариях. Вот. Может быть, сейчас напарюсь еще. И вам зачитаю. Ну, вот так вот я подготовился к обновлению. Уже непосредственно, когда это все дело придет на русский сервер. Понятное дело, я вам уже, скажем так, точное. Точное описание всего и вся прочитаю. Может быть, уже на стриме. Но в целом просто это все не важно. Это все хуйня, ребята. И извиняюсь за мат. Просто вот эмоции у меня такие. Такое настроение. Я вам просто хочу сказать, что это абсолютнейший бред. Так часто добавлять новые таланты. И неважно, крутые они или не крутые. Но даже если вы добавляете таланты, то делайте всех игроков равными. В плане того, что их можно выбить, эти таланты, из мешочков. Еще раз говорю. Сделайте что-то с королевской битвой. Может быть, вы технически не можете добавить в старую нашу королевскую битву непосредственно, скажем так, новые мешочки и прочую херобору. Откройте вторую комнату в королевской битве. Там, где будут сложные противники. Там, где можно будет получить новые мешочки. А так получается просто полная залупа. Вот полная залупа. Извиняюсь. Других слов я не нахожу. Если согласны с моим мнением, лепите лайки. Если не согласны, просто дизлайкайте. А дальше. По поводу таланта, похер. Нету настроения. Добавлено два новых скина на героев. Доктор Риббит и Огнекрыл. Я вам не показывал эти скины. То есть, у меня не было времени записать вам видосы. Ну и в принципе, это было бы реально глупо. Ты сегодня записываешь видео про... О божечки! Нам добавляют два новых скина. А завтра уже выпускаешь видос про обновление на Тайване. Так, заходим. Заходим мы, значит, сюда. Заходим мы вот сюда. А, вот, смотри. Вот где у нас эти таланты, да? Вот здесь у нас уже, я так понял. Описание, да, талантиков? Слушай, ну это прикольная вещь. Это прикольная вещь. Это молодцы разработчики. За это, конечно, большое еще спасибо. При том, что они талантов добавляют, как говна. Вот так вот будет выглядеть, скажем так, новый талант. Причем описание есть, оно гуляет по чатам, но я болт забил, потому что... У меня протест. У меня протест, друзья. Вот у нас вот так вот будет выглядеть новый огнекрыл. Ну... У нас, да. У нас или, сука, какие-то огненные драконы или ледяные. А что тут можно сказать? Ну, будет интересно посмотреть, как будет срабатывать его умение. Конечно, хотелось бы... Самому получить этого... Этот скин, да, на свой аккаунт. Ну, посмотрим. Ну, как бы это вполне ожидаемая вещь, что добавится скин на огнекрыл. Если честно, я даже не знаю, какой второй талант я хочу на огнекрыл. Ну, вы понимаете, как бы скин у меня, наверное, будет, а второго таланта не будет. Идем дальше. Новый питомец, Смертушка. Новый питомец, Смертушка. Здесь, опять же, та же абсолютно тупорылейшая, скажем так, ситуация. Сколько я уже говорил разработчикам, сколько их просил. Ну, ребятушки, пожалуйста, если вы добавляете питомцев, ну, блин, ну, делайте так, чтобы их все могли выбить. Нет, они добавляют таланты, они добавляют питомца. И питомца ты можешь выбить только за донат, с каких-то особых специальных мешочков. Причем здесь нужны даже не просто донатные мешки, которые у меня, к примеру, специально для обновления отложены на своем основном аккаунте, да, после пирата. А тут уже пойдут новые мешочки, новые, ребятушки, мешочки. Даже чтобы я обломался, тот, кто там донатил на них и так далее. То есть, понимаешь, им надо больше денег, им, понимаешь, им, как бы, нужны новые мешочки. Касаемо питомца, новый питомец, Смертушка, может быть, получен только в новой сумке животных третьего уровня. Вы поймите, да, то есть, блядь, не дай бог, не дай бог кто-то получит из старых донатных сумок этого нового питомца. Божечки. При той ситуации, что у нас огромнейшее количество героев, реально, огромнейшее количество героев, и нам нужно много питомцев, они добавляют новых питомцев, но, сука, за донат. Вот, молодцы, ребята, вот просто молодцы. А потом разработчики, наверное, смотрят на цифры, такие статистики игры, думают, хм, блядь, а почему в нашу игру играет меньше игроков? Как, как это происходит-то, а? Как, как это получается? Хм, извиняюсь за мое сегодняшнее настроение, вот мне сегодня хочется поныть и поругаться. Идем дальше, потому что, ну, я не знаю, как бы... Вот, вот я такой, вот, я обычно на своем канале говорю то, что думаю. Новый питомец-смертушка может быть получен только в новой сумке для животных. Три не может быть получен из яиц. Описание умения. Когда герой атакован, у маленькой смертушки есть шанс процентно ударить серпом. Эй, серпом, топором давай еще. Ударить серпом по ближайшему врагу противника, а ближайшая цель врага будет получать х урона от силы атаки противника за х секунд, уменьшая скорость атаки. Ну, то есть, это питомец-дебаффер, который будет уменьшать скорость атаки. Когда небольшой призрак исчезнет, он будет призывать смертушку на 4 секунды, чтобы сражаться. Она умеет седьмой талант, пока что не ясно какой. Да, будет еще какая-то тварь вызываться, будет сражаться по типу этих паладинов или как. Сами знаете эти чары, да, когда там у тебя дополнительный герой бегает, фигачится. Ну, на архидемоне выгодно. Здесь как бы, здесь непонятно, что у нас тут получается. Животных не может быть получено здесь. Питомец, когда герой атакован, то есть, если использует на архидемоне, то нужно ставить смертушку на того, скажем так, героя, который будет танковать на архидемоне. И тогда только будет хоть какая-то выгода от этой смертушки на том же архидемоне в плане доп. урона, потому что будет какая-то еще вызываться некая тварь, которая будет наносить урон. Но в целом, что-то я скажу, скучный питомец. Ну да, есть дебаф, замедляет, замедляет скорость атаки, но, если не ошибаюсь, этот огник, огник, огневик, да, там даже поинтереснее в этом плане будет. Дальше. Новый герой, беспорядочный. Название на ру может быть изменено. Ну, ясен пень, что на русском сервере может быть изменено. Герои, герои. Сказал бы, что он необычно выглядит, но как-то здесь нету вау и ах того, что вот, ну, типа, если смотреть на героев битвы замков, то здесь такого ничего удивительного ты не видишь. Удивительное. Описание, умение у данного героя. Смотрите, видите, цифру 5000. Сейчас я вам расскажу. Тут я, конечно, ну, опять же, сейчас выводы строить рано. Если кто-то выбил данного героя, пишите мне в предложку ВКонтакте. Вот. Я с удовольствием сделаю на него обзорчик. Предварительный. Предварительный. Смотри. Новый герой наносит х урон случайным вражеским целям и уменьшает, то есть он будет бить по ходу и по юнитам, да? То есть на битве гильдии его в атаке не поиспользуешь. Но это все херобором. По случайным целям уменьшая урон, то есть с дебафа, да, он будет уменьшать урон. Супер шаман, скажем так. Наносимый ими в течение х секунд. Вот. Ну, это понятно. Кулдаун у него есть. Герой. У героя восьмой уровень оживления. То есть он будет, когда ты его убьешь, он будет возрождаться с фулл хп. А умение головокружения, эффект страха и максимальное... Так. А умение головокружения, эффект страха и максимальное количество повреждений от раун. Подожди. Если не ошибаюсь, у него еще был иммунитет к стану. По поводу молчанки не знаю, но будем уже ближе к делу разбираться. То есть у него, у этого героя есть иммунитет, но это все херня. Самое, знаете, что главное? То, что этому герою нельзя будет нанести больше 5000 урона за удар. Здесь будет примерно 280-300 тысяч на максимальной прокачке данного героя. То есть у него будет, ну, достаточно, скажем так, хп. Если сюда всунуть бастион, стойкость, дар жизни, у него будет здоровье, соответственно, больше. Это 500-600 тысяч плюс там всевозможные добавки от просвещения. То есть, представьте, герой 600-700 тысяч, имеет хп, и у него ограничение на входящий урон в 5000. Напомню, у Фрея, если не ошибаюсь, 18 тысяч, у Огнекрыла 10, у этого 5. И он будет дебафить. В него будут упираться целая куча героев, и он будет уменьшать им урон. Я предполагаю, что данный герой будет очень крут на защите. Я предполагаю, что данный герой будет очень крут на защите. Я предполагаю, но это мои только предположения, что это будет мастхэв-герой, потому что он имеет, скажем так, ограничение на входящий урон. То есть его убивать будут очень долго. Поживем, увидим, посмотрим, что да как, ребята. Но, как бы, это жестко. Это жестко. 5000 ограничений, и тут возникает вопрос, как бы, Фрея может идти нахер. Огнекрыл. Ну, Огнекрыл часто наносит урон, может быть, это поможет. Но это реально, это чтобы убить данного героя, это нужно сразу, там, как минимум 5 героям в него просто упереться. То есть, если топы на защиту это чудовище поставят, то я хер знаю, дальниками ты хер пройдешь. Если только Ронином и Ниносом. Ну, будем смотреть, конечно, будем смотреть ситуацию. Герой, по сути, наверное, очень все-таки крутой. Идем дальше. Что у нас тут получается? По поводу героя рассказал. Изменения реквизит изделия в доме реквизита поддерживают открытие партии. Такой себе перевод. Исправлен баг, пакет поставки не может быть приобретен. Снова пустыню они там что-то наизменяли. А в плане, да, там баг какой-то был, что когда у тебя выскакивает эта лягушка, кто-то что-то купить не мог. Это все, типа, исправили. Да, перевод еще, мягко говоря, не точен. Как обычно добавили, да. То есть, там плюс на склад, плюс в алтарь. Далее, что еще хотелось бы отметить, если вот зайти сюда. Тут, как бы вам показать. Короче, короче. Теперь, смотри, во-первых, как отображается, когда ты открываешь больше одного сундука. И смотри, как теперь будет автоматически все само открываться по 10 сундуков. Смотрите, цифры кидаются. Они уменьшаются. Вот это реально... И ты можешь это остановить. Вот это реально классная штука. Вот за это, наверное, разработчикам тоже спасибо. То есть, в плане того, что добавили описание талантов. В плане того, что, скажем так... О, сарибац, как все высвечивается. В плане того, что теперь на складе стало все удобнее открывать. За это, за это большое спасибо разработчикам. Но, а другие вещи... Другие вещи, то есть, ну, они, мягко говоря, для меня непонятны. Нет, для меня понятно. Я понимаю, зачем так делают разработчики. Но, скажем так, они, наверное, не смотрят. Дальновидно, что за этим последует в дальнейшем. Вот. И уже хотелось бы какое-то обновление. Там, где ты реально, скажем так, ну, чему-то удивишься. К какому-то нововведению. К какому-то суперисправлению каких-то там багов. Понимаешь? Вот это вот хочется увидеть в обновлении. Вот когда ты проснешься утром, как я сегодня. Такой смотришь описание, короче. Непосредственно обновы. И ты такой, нихуя себе разработчики замутили. Вот это да. Вот это, блядь, новая локация. Вот это да. Вот это они атаку фартов изменили. Вот это они молодцы. Понимаешь? А ты просыпаешься. И последнее время, что у нас по обновлению происходит? Новый герой? Новый талант? Новый питомец? Как-то так вот. И давайте я вам покажу тут еще некоторые интересные вещи. Я сейчас нахожусь в телеграм-канале, там где новости по битве замков пишутся. Ссылка будет в описании. Называется он Castle Clash. Битва замков. Ну, ссылочка есть, ребятки. Просто найдите, посмотрите. Здесь описание. Пускай еще не особо переведено. Но, тем не менее, я думаю, что в течение дня там больше информации появится. Обратите внимание, да, вот есть какие-то штучки. Не пойму, вот это вот новый талант, понятно, да? Вот это вот новый талант, понятно, он так будет выглядеть. А вот сумочки. Вот еще какая-то новая сумочка. Посмотрите, сундуки появятся третьего, четвертого уровня. Я не знаю, что они там будут раздавать такого крутого. И, может быть, там героев. Я фиг его знаю. Ты посмотри, конфетки. Вот эти вот штучки. Тут вы напишите, подумайте в комментариях, что это может быть. К чему это может относиться. Потому что, я не знаю. Я сомневаюсь, что они добавят нам какой-то шар. Да, хотя, может, они на Хэллоуин что-нибудь и добавят. Но это конфетки, да, с Хэллоуина. То есть, что-то, наверное, будет. А может быть, точно шар, а может быть, это какая-то новая донатная плюха. Непонятно. Но вот такие вот ништяки, короче, ребятки есть. Обратите на это внимание. Вот. На этом все, ребят. Что-то извиняюсь за мое плохое настроение. Сегодня еще выйдут видосы. Сегодня будет стрим. Всех жду. Всем желаю большущей удачи. Вот так вот. Кому нравятся такие видосы, вот там, где высказываются, короче, свое мнение, лепите лайки. Но я верю, я верю, что скоро все наладится. И последующие обновления уже будут крутые. Там, где не будет добавляться плюс 100-500 талантов. Там, где будут какие-то или изменять локации в лучшую сторону, или добавлять новые. Я хер его знаю. Всем пока. А, хотя нет, ребят, не всем пока. Тут есть 6000 самоцветов. Давайте мы их попробуем поролить. Может быть, что-нибудь выбьем. Я не знаю, что тут было недостающее, но, по крайней мере, там последние три новых героя точно не падали. Так что давай попробуем в земле что-то выбить. Может, случится чудо. Я помню, на его аккаунте таких чудесных героев за маленькое количество самоцветов выбивал. Но, должно же, должна же удача вернуться. А потом, как-то, долгое время ничего не падало земле. Варлок. Смотри, каждый раз падает легенда почти, да? Но, что-то это все не то. Ааа, Купидон. Нет, нифига.